С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте, рада вас приветствовать в эфире «Фридом» и с праздником вас. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, вас также с праздником. Спасибо огромное. Знаете, меньше часа тому назад актер, у которого еще нет «Оскара», вышел на связь и рассказал о своем отношении с тем, что произошло в Тверской области. Президент России Путин рассказал о деталях таких себе, что же произошло, высказал свое личное отношение к случившемуся, цитирую. Действительно, если там, то есть в самолете, находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Вот такая шутка от господина Путина. «Мы об этом помним, знаем и не забудем». Говорит, что знает Пригожина еще с 90-х годов, и судьба у главаря, бывшего главаря частной военной компании «Вагнер» не такая уж и легкая. Буквально конец цитаты. Вот такое вот отношение выразил господин Путин. Не знаю, видели вы, наверное, это видео, были ли у вас, проступали ли слезы от такой актерской игры господина Путина, но все же, вам не кажется, что это довольно цинично? Человек, который, возможно, отдал приказ на уничтожение Путина, на уничтожение Пригожина, скажем так, ну, говорит такие вещи, настолько рассказывает о своих взаимоотношениях с Пригожиным, как вы, в принципе, оцениваете нынешнюю позицию высшего военно-политического руководства России по отношению к случившемуся в Тверской области? Ну, во-первых, по-другому и быть не могло и не может, собственно говоря, в сегодняшней России. Дело в том, что по-другому, наверное, у них и не получается власть удерживать, либо, скажем так, создавать, ну, имитировать, что все хорошо, и что власть в надежных руках, ежовых рукавицах и так далее, вся ситуация под контролем и тому подобное. Ведь на самом деле все прекрасно понимают, что случилось, и кто в этом виноват. Я думаю, что сомнений в этом не существует. Но, тем не менее, мы видим, что, к огромному сожалению, сейчас во многих кругах в российском обществе это принимается, ну, скажем так, нормально, что как-то произошло очередное там убийство, ликвидация, пускай террориста, лидера там террористической организации и так далее, человека сложной судьбы и тому подобное. Но, тем не менее, да, это воспринимается вроде бы как все нормально на самом деле. Ну, и Путин, опять же таки, ему к цинизму не привыкать, понимаете. То есть, очень часто, вспомните цинизм, когда российских войск не было в Крыму, были зеленые человечки, и нас там нет, но на самом деле они там были. Когда начиналась война на востоке Украины, на Донбассе в 2014 году тоже, российские войска не причастны, Путин говорил, но те же вагнеровцы там находились, кстати, и другие подразделения российские. Опять же таки, когда против Грузии начиналась агрессия, что Путин говорил, мы к этому не причастны, мы реагируем на агрессию, защищаемся. То есть, опять же таки, достаточно много таких моментов, и мне кажется, просто ему не привыкать говорить об этом вот так вот цинично, откровенно, хотя все вокруг понимают на самом-то деле, что происходит. Александр, и вот хотим озвучить информацию, которую впоследствии также с вами обсудим. С самого начала российская военная агрессия против Украины, которая, я напомню, началась еще в 2014 году, были ликвидированы более десятка военных преступников России. Официально все они пали от рук украинских диверсионных разведывательных групп, но по такой странной закономерности на их место пришли абсолютно покорные Москве фигуры. Внимание на это обращает русский добровольческий корпус. Там также отмечают, что судьба всех военных преступников уже предрешена. Ну, это либо смерть, либо трибунал. Пресловутый русский мир по какой-то нелепой причине продвигался на украинской земле. Основными его апологетами и тягловыми были разного рода атаманы и полевые командиры, так называемых ЛНР и ДНР. Идеологическая база у всех была довольно разная. От красно-коричневой махновщины до идеологии белого движения 1920-х. Но вот судьба самих командиров поразительно похожа. Никто из них не умер своей смертью. Из сообщения русского добровольческого корпуса в Телеграм. Так вот, если ранее по какой-то причине, возможно, еще были какие-то амбиции, розовые грезы по поводу того, что это какой-то путь, имеющий перспективу, то мне кажется, сейчас все ярче становится понятно осознанию и даже самых таких лишенных критического мышления людей о том, что действительно пути всего лишь два — смерть либо трибунал. Так вот, изменится что-то с последователями Кремля и поклонниками русского мира вот с таким осознанием, как считаете? Я думаю, что да, и должно меняться, собственно говоря. У них должно прийти понимание, потому что исторический опыт и прецеденты демонстрируют, что достаточно многие действительно были убиты. Причем они погибли и от рук российских спецслужб, в том числе, от своих же, которые их убирали и погибли в следствии разборок между собой, в том числе за потоки на оккупированных территориях, в том числе за то, кто будет заниматься оккупированными территориями и как следствие, скажем, иметь необходимые дивиденды и зарабатывать с этого и так далее. Поэтому тут достаточно много таких личностей, как раз о которых я говорю. Вот их прецеденты они должны демонстрировать. Пригожин сейчас, будут другие и были. Это все демонстрирует, что либо они все должны выполнять беспрекословно все, любые приказы Кремля, самые преступные, любые. Либо все, они будут ликвидированы. То есть никаких маневров, никаких шагов право-влево не будут. Если раньше допускалось еще в России, что они допустили взращивание Вагнера и что Вагнер, скажем так, можно допустить, вышел из-под контроля тот же Пригожин, и вагнеровцы дальше такого не будут. Дальше всех возьмут достаточно жестко. А неугодных либо репрессируют, либо расстреляют там. Поэтому единственный способ в этой ситуации – это начинать сотрудничество с украинским следствием, с украинскими правоохранительными органами, спецслужбами, таким российским командиром, военнослужащим из разных подразделений, и идти сдаваться. И путем того, что они выдадут информацию и будут готовы на сотрудничество со следствием, получать, скажем так, для себя какие-то смягчающие обстоятельства в судебных процессах сейчас и в будущем. Вот, собственно говоря, единственный выход и единственная альтернатива. И тот случай и прецедент, когда мы увидели с вертолетом российским, который прилетел на территорию Украины, и сейчас по информации, в принципе, пилоту этого самолета ничего не угрожает с украинской стороны, не может угрожать, и который готов сотрудничать, и проявил свое желание сотрудничать, собственно говоря, прилетев даже на машине боевой. Вот это свидетельство того, и это примеры, как необходимо поступать. Потому что, понимаете, пространство для маневра и возможностей для таких товарищей, они достаточно сужаются. Поскольку, если раньше, мы говорим о 2014 или 2015 годах, когда действовали там различные российские формирования, так называемые добровольческие, казачьи движения, которые приезжали на оккупированную часть Луганской либо Донецкой области и так далее, которые якобы демонстрировали свою автономность от российского руководства и тому подобное, и на них особо не обращали внимания с точки зрения уголовного преследования на Западе. Украина обращала всегда, на Западе не всегда. То сейчас, когда большинство стран открыли уголовные производства и имеют универсальную юрисдикцию по военным преступлениям и преступлениям против человечности, и, условно, любой из этих граждан может быть задержан в той же Германии либо в другой из стран Балтии, куда угодно он поедет, где есть универсальная юрисдикция. Это раз. Уголовное преследование второе. А риски, что он может быть убит, достаточно возрастают. Причем, как убит, если не на поле боя, где он будет убит украинскими военными, то он может быть убит вследствие действий украинских диверсионно-разведывательных групп по ударам по определенным военным объектам, либо от рук своих. Потому что сейчас вероятность попасть в руки свои... Александр, вот тогда уточнение. Александр, вот есть такая история, что когда начнется деоккупация массовая других регионов Украины, Крым, автономная республика, Донецк, Луганск, Мелитополь, Запорожская область, часть ее также Херсонская, все коллаборанты, которые возглавляют там так называемую местную власть, они перебегут на территорию Российской Федерации. Балицкий, Сальдо, Пушилин, Пасечники, многие другие, они отправятся там в условную Москву, Ростов, ну куда-нибудь, скажем так. Есть же такая прекрасная история с Станиславом Ржицким, помните такого, которого убили 10 июля на территории Российской Федерации, заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе, капитан второго ранга, ранее командующий подводными лодками «Алроса» и «Краснодар». Его убили на территории Российской Федерации, в Краснодаре. Почему-то вот у меня складывается такое отчетливое впечатление, что сбежав с территории Украины, наделав тут то, что они сделали, я имею в виду Пасечника, Пушилина и те, кто находится на территории Крыма за последние 9 лет, не смогут, наверное, убежать от ответственности. Какая-то карающая длань их и там настигнет. Есть у вас такое мнение, как считаете? Безусловно. Я думаю, что мы должны также изучать примеры таких судебных процессов, как были в Израиле над Адольфом Эйхманом и трибуналом, которые были. И это одна из опций для нас. Доставать военных преступников, где бы они не находились по миру, российских военных преступников, и фактически их доставлять для украинского правосудия, либо для международного правосудия, чтобы они были перед судом. Это одна из опций. То есть мы также заявляем, что мы готовы действовать в рамках правового государства, даже по отношению к военным преступникам. Но мы должны также допускать, что бывают случаи, когда те же военные преступники, либо другие преступники, они могут, скажем так, не сдаваться добровольно. Они могут оказывать отпор, они могут оказывать сопротивление. Соответственно, такие люди могут и не дожить до суда. Плюс они могут и не дожить, потому что по дороге с ними может случиться какой-то несчастный случай. И в том числе и от рук ФСБ подстроены. То есть если они думают, что они смогут сбежать в Россию, и в России они будут гарантированно находиться в безопасности, я бы не утешался такими иллюзиями. Поскольку мы прекрасно видим, и вот пример Пригожина, кстати, тому свидетельству, что, послушайте, казалось бы, вот человек, который, по словам, со слов Путина, давно, они давно знакомы, хороший бизнесмен и тому подобное приносил пользу для России, был очень важный, 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 до поры до времени. Всё. И перестал быть важным. Что уже говорить об обычных коллаборантов, главах каких-то там советов, администрации и так далее? Кому они нужны, собственно говоря? Это тоже свидетели, понимаете? В лице России для них это тоже свидетели, которые не нужны. Не нужны им, чтобы они в какой-то момент что-то где-то сказали, где-то они появились и так далее, и так далее. То есть в любом случае им будет угрожать опасность. Поэтому я и говорю, что единственный безопасный способ — это сдаваться украинским правоохранительным органам. Другой альтернативы тут не существует. Александр, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Я напомню зрителям, что Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!